чем интересен браузер имеет очень много настроек по всем полностью я проходить не буду затрону только одни из тех которые мне реально понравились сам внешний вид классический внешний вид такого ноу-хау я здесь принципе не заметил но это лично мое мнение чем-то смахивает на оперу та же самая боковая панелька те же самые плиточки экспресс панель и давайте перейдем настройки переходим настройки нажимаем на шестеренку внизу как я уже сказал очень много настроек все они разделены по таким блоком и если не хотите прыгать по блокам а сразу одним махом все просмотреть нажимаем внизу на шестеренку показать все и откроется сразу все настройки можно по ним пробежаться не спеша потихонечку вникая в каждую я остановлюсь на тех которые мне более-менее понравились итак первое смотрите что можно в этом браузере темы значит темы можно устанавливать ну в принципе есть большой выбор тем это раз и во вторых их можно ставить по расписанию и темы будут постоянно меняться в разделе вкладки мы можем их переместить оставить верху как мы привыкли разместить их слева справа или же внизу активируем нужную функцию и сейчас у меня вкладки переместились вниз боковая панель панель тоже можно разместить или слева или справа адресная строка адресную строку мы также можем переместить вниз кликаем на галочку внизу и сейчас она перемещена дальше я перейду применю все эти настройки которые сейчас показываю. Перейдем к самому браузеру и вы все увидите. Следующий момент. Мышь. Интересная тема. Мне на самом деле реально понравилась. И к этим жестам быстро привыкаешь. Например, смотрите. Просмотр жестов. Новая вкладка. Чтобы открыть новую вкладку в этом браузере, зажимаем правую кнопку мыши и делаем движение курсором вниз. У нас откроется новая вкладка. Новая фоновая вкладка. Смотрим жест мышью. Делаем так и откроется новая фоновая вкладка. Закрыть вкладку. Восстановить закрытую вкладку. Ну и так далее. Пользуюсь уже определенное время этими жестами. И скажу вам честно, реально привыкаешь. Тем более сейчас уже время жестов. В смартфонах они сильно набирают обороты. Ну короче, тема интересная. Сейчас покажу. Так, определенные настройки я сейчас применил. Дальше, как я уже сказал, можете просмотреть все сами. Закрываем настройки. Адресная панель у нас уже внизу, как видим. И панель закладок также внизу. Кому это удобно, можете перемещать, пользоваться. Жесты мыши. Открыть новую вкладку. Зажимаем правую кнопку мыши и делаем движение курсором вниз. Открывается новая вкладка. Чтобы ее закрыть, делаем следующее движение курсором. Вкладка закрывается. Быстро привыкаешь к этим жестам. И начинаешь пользоваться постоянно. Остальные жесты можете изучить. Можно их также изменить в настройках, как вы уже видели. Следующий момент. Например, вам необходимо быстро закрыть эту страничку. Затемнить. Не нажав на крестик, а просто, чтобы страничка как-то замаскировалась. Что у нас есть? Какая возможность? Внизу есть значки. Кликаем на значок эффект страницы. И включаем размытие. Ставим галочку напротив размытия. Смотрите, дальше мы, как видим, эффект сразу показался. Но сейчас он не применяется. То есть мы просматриваем страницу. И чтобы ее быстренько затемнить, может у кого-то появится такая надобность, мы курсор перемещаем в любой из углов экрана монитора. Например, в левый верхний. Смотрите, я перемещаю, оставляю его там. И страничка сразу начинает размываться. Содержимое странички сразу у нас скрыто. Не надо ничего закрывать. Перемещаем курсор назад. И все. Пожалуйста, можно читать. Следующий момент. Следующий момент. Как просмотреть три открытые вкладки в одном окне. Зажимаем Ctrl и выделяем нужные вкладки. Как видим, они тоже выделяются. Нажимаем на кнопочку размещения страницы. И мы видим, как мы можем разделить этот экран. Если у нас выделено три вкладки, я кликаю на следующее расположение по сетке. На одной из вкладок у нас применено размытие страницы. И можем здесь просматривать сразу три вкладки. Три вкладки в одном окне. Так, чтобы выключить этот режим, кликаем на ту же самую кнопку размещения страницы и выбираем одно окно. Все встает на свое место. И последний момент. Сейчас, наверное, один из самых популярных браузеров. Это, конечно же, Chrome. И лично для меня тоже. В основном за счет расширений. Очень большой выбор расширений из интернет-магазина Chrome. Что дает его фору перед всеми остальными. Но, смотрите, какая фишка. Давайте перейдем. То же самое откроем расширение этого браузера. И смотрите, какая фишка. Кликаем слева на три полоски. Переходим в главное меню. И смотрите, мы в этот браузер также можем ставить все расширения из магазина Chrome. Любые расширения, которые доступны для браузера Chrome, доступны сейчас и для браузера Vivaldi. И плюс в сторону все-таки Vivaldi это настройки. Реально можно настроить его вообще очень комфортно. Реально под себя. Советую обратить внимание на этот браузер. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.